Спорт браслет Redmi от фирмы Xiaomi. Уже не секрет, что фирма Xiaomi разделила свои бренды, и теперь у них есть товар под маркой Xiaomi. Это более дорогие товары, хотя тоже, в принципе, если сравнивать с другими компаниями, то не очень дорогие, но качественные. И у них есть теперь линейка более дешевых товаров, это Redmi. Это тоже качественный товар, но они удешевлены, насколько это можно, чтобы не потерять, конечно, в качестве. Данный спорт браслет стоит на китайских интернет-площадках где-то чуть более тысячи, ну, то есть тысяча-полторы в этом диапазоне колеблется цена. Такая упаковка. Упаковка напоминает Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5, который уже вышел. Здесь у нас все на китайском языке. Основные характеристики. Выдерживает 5 атмосфер, аккумулятор 130 мАч, зарядка от обычного слота USB 5 вольт. Рабочая температура от минус 10 до плюс 50. Я провел эксперимент, положил спорт браслет этот в морозилку на полдня, то есть где-то часов, наверное, на 7, вытащил, и он прекрасно работал. Я бы не заметил, что у него как-то резко сел аккумулятор, то есть аккумулятор, конечно, просел за это время, но не критично, и все прекрасно работало. То есть можем сделать вывод, что не только до минус 10, но и до минус 20 он у вас прекрасно будет работать. Тем более он у вас будет одет на руке, а ваше тело будет согревать его, и он будет прекрасно работать. То есть тут все хорошо. Bluetooth у нас с пятой версии. Ну, это вот основное, что написано. Коробка какая-то странная. Я заказывал два браслета. У меня мятые. То есть внутри есть, конечно, такие вот ребра жесткости, которые тоже сломались, и они форму, конечно, не держат. Полностью поломался. Я открыл коробку через верхнюю часть, то есть оторвав вот такую наклеечку. Здесь еще снизу есть такая же наклеечка. Но как-то, как я понял, открывать его нужно вот через это место. То есть, видимо, нужно ногтем подцеплять и просто это отрывать. То есть это как одноразовая вещь. И он у нас откроется. Я понял, так нужно его открывать. Потому что здесь вот именно есть такое вот место для разрыва. Внутри у нас был пакетик, в котором лежал сам спортбраслет. Это вот картинка у нас на лицевой стороне. Когда браслет не сопряжен с каким-то смартфоном. Инструкция полностью на китайском языке. Основное, что нам тут надо, это нам нужно понять, как снимается ремешок для зарядки. Вот мы можем посмотреть, как это делается. Первый раз это очень трудоемко. И самое главное, что нам нужно, это QR-код. По QR-коду написано, что поддерживается Android 4.4 и выше. Про айфоны не знаю, айфонами не пользуюсь. Когда мы скачиваем приложение, точнее наводим смартфон на QR-код, то вас перекидывает не в Google Play, а на сайт Xiaomi, где вы и скачиваете уже приложение. Приложение у нас на английском и китайском языке. Других языков у нас нет. Это у нас настоящее стекло. Это не пластик. Сам корпус у нас пластиковый. Ремешок силиконовый, резиновый. Какой-то он такой приятненький. Клипса у нас пластиковая. И немножко другой формы, чем в Mi Band. По габаритам. Это у нас браслет от Mi Band 2. То есть габариты, конечно, добавились. Но и экран, конечно, большой у нас теперь по сравнению с Mi Band 2. Ремешок Mi Band 3 и Mi Band 4. Нижняя часть у нас, где датчик прикрыто прозрачным пластиком. Посередине прозрачным, по краям черным. Сверху идет надпись Redmi. Снизу ничего нет. Ремешки снимаются первые, наверное, пять раз очень туго. То есть вы даже, наверное, будете бояться, что сломаете. Но я тоже боялся. Но потом раз десять одел, снял. И, в принципе, они подразносились. И теперь снимаются приемлемо. Не так, как первый раз. В первый раз я думал, что это вообще неподъемная задача, чтобы снять и не сломать. Но все получилось. В принципе, пластик крепкий. Теперь самое главное. С виду внутри ремешки у нас одинаковые. Но это обманка. Эта часть у нас идет верхняя. Эта часть у нас идет нижняя, где у нас есть контакты. И тут я не могу понять, зачем так сделали производители. То есть, вот эта вот часть у нас более тонкая. Вот эта вот часть у нас более толстая. Вот обратите внимание. Здесь у нас есть контакты. Здесь у нас нет контактов. Это больше, это меньше. По высоте одинаковые. По ширине разные. Также и у нас и в самих ремешках. Эта часть, где зарядка, она более маленькая у нас. Это более большая. Но часть ремешка, которая у нас показывает, что должна одеваться на часть с зарядкой, прекрасно одевается и на верхнюю часть. Немножко торчит, но она оделась и держится. Также и верхняя часть прекрасно одевается на нижнюю часть. И тоже прекрасно держится. Нету никаких проблем. Зачем они так сделали, я не понимаю. Поэтому вот обратите на это внимание. Кстати, на китайских интернет-площадках уже продаются ремешки. Я заказал сменные ремешки, но у двух разных производителей. У них не было реальных фотографий. У них просто было написано, что ремешки для Redmi фитнес-браслета. Но и у первого и у второго продавца был отменен заказ. То есть, мне пришло сообщение, что заказ, товар вернулся продавцу. Не могу понять. То ли продавец продает еще несуществующий товар, то ли это просто какой-то сбой, конкретно в моем случае. Ну вот, я не знаю, существуют в реальной жизни сменные ремешки или нет. Цена их вообще была где-то в районе 200 рублей. Ну, естественно, за оба ремешка. Обе части ремешка. Далее. Вот эти части, которые у нас торчат, они, в принципе, крепкие. Сломать их, ну, сломать, конечно, можно все. Но, я думаю, если не прилагать каких-то усилий специально, то вы их не сломаете. Они крепкие. Фиксация у нас идет ремешка. Верхняя часть, по краям. Снизу у нас ничего не фиксируется. По зарядке. Это очень удобно. То, что нам не нужно теперь носить каких-то дополнительных к собой устройств. чтобы зарядить фитнес-браслет. Берете обычную зарядку. Вставляете. И зарядка у нас пошла. Снизу идет полоска. Это означает, что у нас тут кнопка. Управление идет точно такое же, как на Mi Band 4. Движение вверх. Движение вниз. Движение вправо. Движение влево. Если вы проводите пальцем вправо, у вас открывается управление плеером. Все прекрасно работает. Никаких нареканий нет. Хоть и на китайском. Движением справа влево вы переходите к китайской системе оплаты. Но нам это не нужно. Далее. Мы движемся снизу вверх. У нас выскакивает меню, где показано, сколько мы прошли метров, сколько сожгли калорий и тому подобная информация. Еще раз движемся. И у нас работает датчик. И мы можем определить наше сердце. Сколько ударов. Я пробовал. То есть, когда браслет на руке, то параметры есть. Если ничего не подставлено или подставлено на подушку, то параметров вообще никаких нет. Не как в более дешевых, которые меряют. Даже на трупе будут мерить пульс. Далее. Меню. Спорт. Вы можете выбрать какой-то определенный спорт. Но мне это не интересно. Погода. Тоже можно настроить погоду в приложении. И у вас будет отображаться погода. Далее здесь у нас будут уведомления. Здесь мы можем посмотреть, что у нас со сном. Установить будильник. Поменять. Пролетел. Поменять дисплей. Что у нас отображается. Далее у нас есть таймер обратного отчета и обычный таймер. Здесь мы можем найти наш смартфон подключенный. Если вы его потеряли. Ну и здесь опять идет китайская плата, которая нам неинтересна. Заходим в настройки. Здесь мы можем увеличить яркость. Здесь можем перезагрузить наш браслет. Здесь мы можем посмотреть нашу прошивку. Конкретно сейчас прошивка версия 2.7.0. Есть ссылка на программу. В принципе, мне браслет очень понравился. Основное, что мне в нем понравилось. То, что у него большой дисплей. И то, что его можно заряжать без всяких дополнительных устройств. По автономности я им пользуюсь 15 дней. Но в первый день я его зарядил до 100%. Процесс зарядки занимает более часа. И я его за 2 дня полностью разрядил. То есть я в нем постоянно ковырялся. Постоянно что-то включал. Постоянно искал поиск смартфона. Постоянно пульс на нем мерил. Какие-то режимы спортивные включал. И в принципе он у меня разрядился за 2 дня. Но это 2 дня полностью я им только и занимался. И в принципе это нормально. Когда же я им стал пользоваться в обычном режиме. То мне его хватило. Ну естественно тоже пульс когда-то измерял. Телефон иногда искал. Но уже не так активно. То мне его хватило на 13 дней. Производитель заявляет 15 дней. Но мне хватило на 13 дней. В принципе это тоже неплохой результат. За такие деньги. Конечно Mi Band 4 до 30 дней работал. Но он и подороже. И самое главное минус у него. То что у него экран меньше. Хотя и более сочный. И проблема еще там у него. То что идет дополнительная зарядка. То есть вы его не сможете зарядить. Без дополнительного устройства. Вот это мне в нем и не нравилось. Сейчас уже на китайских сайтах продаются защитные стекла. На этот фитнес браслет. И защитные пленки. Когда подключен смартфон у нас. К фитнес браслету. То в верхнем левом углу у нас ничего не отображается. Когда мы отключаемся. Или выключаем Bluetooth. Или отходим дальше. То у нас там показывается квадратик перечеркнут. Это означает что у нас браслет отключен. По китайскому и английскому языку. Как вы заметили у меня все на китайском языке. Ну в принципе все можно понять. Никаких проблем нет. Основная информация она отображается в цифрах. И вы прекрасно можете понять что это за цифра. Что она означает. Вы можете также перевести браслет на английский язык. Для этого вам нужно сам смартфон перевести на английский язык. У вас все будет там на английском. Но при этом у вас и сам фитнес браслет переведется на английский язык. Но у меня смартфон на русском языке. Приложение на английском. Оно сразу установилось на английском языке. И вот фитнес-браслет у меня на русском языке. Когда я его только достал из коробки, то он у меня сразу обновился. И приложение обновилось, и сам браслет обновился. Новая прошивка вышла. Я обрадовался, думал, что сейчас браслет у меня переведется на русский язык, как Mi Band 4. Но этого не произошло. Что-то обновилось, но языки пока не добавлены. Но, как я понимаю, что в ближайшей перспективе все-таки русский язык на нем должен появиться. Теперь переходим к самому приложению. Приложение называется Samsung Wear. Верхняя часть. Здесь мы можем увидеть наш спорт-браслет Redmi Band. Сейчас у меня 24% зарядка. Я его вчера тоже довольно сильно мучил. И не только я, все родственники, поэтому вот уже подсажен. Здесь вы можете добавить другое какое-то устройство. Здесь мы можем сменить внешний вид часов. Здесь есть такая вот кнопка. Сейчас я отключился от интернета, чтобы нам никто не мешал. Но здесь больше 100 других различных циферблатов. Есть и цифровые, есть и стрелочные. Очень много здесь всего есть. Вот обратите внимание, что у меня сейчас смартфон не подключился к браслету. Он подключился, но он просит, чтобы было включено GPS. Здесь вы можете установить будильники, ответы на звонки. Далее здесь у нас вся информация по нашим тренировкам, по калориям и тому подобное. Сон и вся такая нужная информация для спортсменов. Это нас не интересует. Вот сейчас я отключен от интернета. Но вообще в целом, вот когда мы нажимаем на эти иконки, и нам нужно какую-то получить информацию, то эта информация выходит к нам на русском языке. Вот такой интересный момент. То есть, отображается здесь она на английском, но когда мы в них заходим, персональная информация и тому подобное, то она у меня высвечивается на русском языке. Но это когда у меня подключен интернет. Сейчас я говорю, что не буду подключать, потому что там начнут сыпаться всякие разные сообщения. Нам они сейчас не нужны. В целом, стоит ли покупать это устройство? Я думаю, что да. Основные минусы у него. Это возросшие габариты. То, что у него вот эти вот части, они идут из пластика. То есть, если в старых спортбраслетах от Xiaomi эти части были защищены резиной, и было мало шансов повредить часы и спортбраслет по краям. Теперь же у нас тут голый пластик. Вы его можете поцарапать, разбить и тому подобное. Далее минус. Ну, это опять же, на мой взгляд. То, что сделали ответные части и сами отливы в спортбраслете для зарядки и для крепления ремешков, сделали разными. Я не знаю, зачем это сделали. Потому что могли бы сделать одинаково и было бы проще. Потому что кому-то удобнее так одевать браслет, кому-то удобнее так одевать браслет. Поэтому тут как-то странно. Минус, который уйдет где-то через 10 попыток снять этот ремешок, то, что первые несколько раз очень тяжело снять браслет. Тем более, когда только этот браслет к вам попадает в руки, вы не знаете, как именно снимать. То есть, теперь я знаю, что вот эти вот крепежи, они стоят под углом. И нужно снимать немножко вниз. Когда же, понятно, что вы можете прочитать это в инструкции, но все равно, когда какое-то устройство попадает человеку в руки, он не может быстро сориентироваться. И он может тянуть вниз, может тянуть куда-то, не знаю, перпендикулярно, противоположную сторону или еще как-то. И теоретически может, конечно, повредить вот эти вот части. Хоть я и сказал, что они крепкие, но, знаете, дури у людей много и сломать можно все. Это вот основные минусы. Ну, еще в минусы могу записать то, что он работает у нас менее 15 дней. Теперь о плюсах. О плюсах. То, что у них новый дизайн, новый вид ремешков. Это, в принципе, удобно, красиво. То, что у нас здесь настоящее стекло, это не пластик, это настоящее стекло. Большой дисплей. Да, он не какой-нибудь там супер-пупер амолед, но при этом он очень сочный, яркий. И, в принципе, цифры на нем большие. Все прекрасно видно, никаких нареканий я не могу к нему предъявить. И самый главный плюс для меня, это то, что можно заряжать его. Не какие-то, без каких-либо дополнительных переходников, а просто вставить его в разъем USB. И у нас пойдет зарядка. Поэтому к покупке я его рекомендую. Покупайте, пользуйтесь. Покупайте, пользуйтесь.